В Беларусь из Пекина прибыла очередная партия вакцины против COVID-19. 500 тысяч доз в качестве гуманитарной помощи и еще миллион в рамках закупки. Напомним, ранее Китай уже передал республике препарат Синофарм. Тогда в составе груза было 400 тысяч. Больше натурального, полезного и оригинального. Предприятие Белгоспищепрома начинает инвестпроекты по модернизации кондитерской отрасли в рамках программы по импортозамещению. Создается производство сахарных изделий, базовых видов мармелада и инновационной продукции с увеличенным содержанием белка и витаминами. Полностью реализовать задуманное и выйти на промышленные объемы планируется в начале следующего года. С нынешнего учебного года меры безопасности в учреждениях образования берет под контроль департамент охраны. Установит камеры наблюдения, цифровые записи будут храниться минимум месяц. Для этого здесь появятся собственные серверы. Также в планах поставят турникеты. В Минске все школы уже перешли к новой системе. В районах работа продолжается. Милиция начала патрулировать улицы на Сегвеях. Пока только в Минске. Главное преимущество – скорость передвижения. До этого сотрудники передвигались пешком. С новым транспортом можно быстрее добраться до места происшествия. Плюс для езды на них нужна защитная экипировка. Но в то же время стоит помнить о безопасности. В частности, движение по автодорогам запрещено. Бобруйская белшина на выезде разгромила лиду. Красно-черные четыре раза огорчили стража ворот, хозяев поля. По разу отличились Луцевич, Барковский, Белевский и Саев. Победа позволила шинникам переместиться на первую строчку в турнирной таблице. Следующий матч состоится 12 сентября. Соперник – Барановичи. Начало в 17.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова